Всем привет! Это новости телепроекта Дом 2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Константин Иванов и Саша Гозиас сообщили, что они уже в Берлине. Без приключений не обошлось, их чуть не вернули обратно. Но паре удалось прорваться через границу, и теперь они наслаждаются отдыхом. Правда, позже Костя сообщил о том, что в Берлине беспорядки. Не нравится, говорит Берлине, как-то все не так и ничего не понимаю. Андрей Чуев и Марина Африкантова через два дня возвращаются в Москву. Ну а пока развлекаются на полную катушку. Живут в номере за 2500 баксов в сутки. Про то, что все оплачивает Марина, Чуев промолчал. Приеду, говорит, и буду достраивать свои дома. Весна уже, пора. Кстати, Африкантова задумалась о натуральной красоте. На Сейшелах у девушки отвалились нарощенные ресницы и ногти. Теперь Марина гадает, может оно и к лучшему. Судебное разбирательство над Татьяной Владимировной Африкантовой перенесли на 13 марта, как сообщила женщина по причине неявки из Цагибаловой и ее адвокатов. Мама вечного холостяка Поляной Петра Рыбалка сообщила в Инстаграм, что к ее сыну на телепроект наконец-то пришла девушка. Антон Гусев и Виктория Романец приняли участие в новом проекте на канале СТС. И теперь зрители их будут видеть на ТВ стабильно раз в неделю. С 22 февраля на Доме 2 стартует новый сезон Школы актерского мастерства. На этот раз участники проекта будут готовиться к постановке мюзикла. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов снова развязали войну в соцсетях. Тарасов Первый написал Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни и никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдется время занять себя чем-то полезным. Ольга Бузова сразу отреагировала на этот пост и нанесла ответный удар. Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать, расскажешь, как ты изменял мне с миской, как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции, как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь, как твои дружки копали под меня. И если твои отношения шесть лет со мной были только для лайков, тогда удаляй инстаграм и строй новые отношения без лайков в нашем доме. Удачи! Бывшая супруга Ивана Зари написала письмо ведущим Дома-2. Женщина надеется таким образом привлечь Ивана к выполнению элементарного отцовского долга. Она рассказала, что Иван Заря является злостным неплательщиком алиментов и, по сути, давно отказался от своего ребенка. Будучи человеком нескандальным, бывшая супруга не выбивала из него алименты через суд. Поэтому Иван и раньше платил столько, сколько считал нужным, а не сколько положено. Но в последнее время он и вовсе перестал присылать деньги на содержание дочери, а ей говорил, что зарплату на проекте пока не получает. Женщина призналась, что не стала бы призывать бывшего супруга к ответу, если бы не услышала в эфире, как он говорил, что отдает дочери все до копеечки. А на деле, перед тем, как пойти на проект, он, по словам бывшей жены, отказался от дочери. Бывшая жена Ивана попросила руководства проекта разобраться и повлиять на парня, поскольку она не в состоянии призвать горе отца к ответственности. Майя Донцова прилипла к новенькому Илье просто намертво. Пока Захар Соленко добирается к проекту нехоженными тропами, Майя успела найти другого жениха. Правда, зрители уверены, что если Соленко поплутает еще немного, то диджей Илья успеет покинуть проект так же быстро, как и экстрасенс Высоцкий. Ну а пока Илья работает в образе романтического влюбленного. А Майя с радостью ему подыгрывает. Очень уж молодой человек ей понравился. Говорят, что Илья выступал даже на мировых площадках, да еще и обладает невероятно красивым голосом. Правда, таланты Высоцкого тоже не вызывали сомнения. А что получилось? Но Майя намерена удержать молодого человека любыми способами. Маша Кахно призналась, что она болела анорексией на нервной почве. И я счастлива, что выжила. И меня больше не волнует ни внешность, ни фигура. Я люблю каждого человека просто за то, что он есть. Вне зависимости от внешности, социального статуса и так далее. Ваня Барзиков, который сейчас находится на Сейшелах, выложил в сеть совместное видео с Лизой Полыгаловой. И написал, что сегодняшняя ночь может быть последней. Что имел в виду парень, пока неизвестно. Саша Харитонова поведала, что на проекте изменились правила. Запретили телефоны, запретили сливать информацию, выходить в прямой эфир и отключили Wi-Fi. Смотрите нас, говорит на экране и ничего не спрашивайте про Дом-2. Все равно не скажу. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.